Так, запись пошла. Железов на проводе. Итак, мы с вами снова, в данном случае, в моём компьютере. Тема прививки, серия номер 4. Сегодня 11 февраля 2022 года. Это значит, в южных краях через месяц начнётся привычный сезон. А потом в средней полосе, а потом и на севере. А моя технология, мои клоны, это уже север. Мне иногда спрашивают, знаете, как интересно. Олег Остинович, ну понятно, на севере вы совершили чудо, у вас то же самое, что в Египте, в Англии или там. Такой Англии, я потом покажу, что в Англии абрикосы хуже моих. Ну, хорошие, хорошие, но наши лучшие. А Италия, Испания, ну, разве что на одном уровне со мной. И вот, получается, что остался месяц до южных краёв и два месяца до средних. И где-то в мае, где-то по северам ещё можно привать. Повторяю, сейчас в феврале. Итак, поехали. Много не удалось рассмотреть картинок по одной простой причине. Дело в том, что я очень дотошно, долго, нудно объясняю. Не для всех это. Но только тот, кто посмотрит все эти фильмы, наверное, я уже чувствую, их будет около десятка. Они небольшие, получасовые. Вот тот уже будет профессионалом. Никакой системы не выстраиваю. Потому что система, это значит дружный храп, если это в этом самом, где-то в аудитории. И это лёгкая дремота, переходящая в глубокий сон, если человек сидит у компьютера или у телефона. Поехали. Очередная картинка. Вот она. Давайте её увеличим. Видите, как удобно. Что мы здесь сейчас увидим с вами? Итак, прививка в пень в расщепку. Переводить мы не будем. Вот. Не трудно догадаться, что это прививка в пень в расщепку. Здесь есть такие тонкости. Они как бы вычурно выделены. Видите, как будто это не, как сказать, не клин, который ровненький, аккуратненький, две параллельные. А здесь он так выпьет. С одной стороны он будет вот так вот. Левый черенок. Видите? Вот. Причём не обязательно конец острый. Хотя я считаю, что это неправильно, что они тупят их. А с другой стороны он вот так выглядит. Это утирирует. Вот. Посмотрев на эти два черенка, смотрим, что от них правее. Видите? Здесь показано, что очень один с одного края. Вот такой широченный. Вот он. Который слева. И с другого края. Вот такой вот узенький. Вот она. В разрезе. Посмотрели, полюбовались. По их мнению, это очень важно знать. Ещё раз говорю. Это западная технология. А мы привыкли преклоняться перед западом. Вот теперь вставляется одно в другое. Видите? Здесь вставляется так красиво, ровно. Мне непонятно только, почему они не могут полностью заполнить вот это пространство. Почему они всегда вот эти подрезают. Странно. Тут получается незаживающая рана. Во многих случаях. Ну ладно. Я им это прощаю. И с той стороны. Казалось бы, где же логика? Ведь они что-то из... Вот эти вот поверхности, вот они, право-лево. Я надеюсь, курсор видно. Ещё крупнее план. Вот. Они не будут соприкасоваться с этим поверхностями. Но вот кому-то из авторов западной технологии это захотелось вот так сделать. Во. Посмотрели. Что получили? Получили так. Опять крупный план. Чем мне нравится компьютер, под такие возможности даёт. Видите? Здесь болтается в воздухе. Здесь нет соприкосновений. Добивались, чтобы вот это было. Естественно, что черенок у него, комбиальный слой тоньше. Естественно, даже вот это учили, что не нарисовали, как обычно рисуют, не могут всё лукаво. А даже вот так вот он тоньше. И вот тут он должен совпадать. Потому что вот это вот место, если хорошо видно стрелочку, да, это тут подразумевается, что здесь как бы кора, значит, нет коры, а здесь есть кора. Но это несущественно. Вот так вот посмотрели. Вот. Утрирует страшно вот это вот. Непонятно. Но, ещё раз, когда-то я, Жильзов, меня назовут основоположником нового садоводства. Я говорю громко. Почему? Потому что оно полностью противоречит существующему. Оно гораздо эффективнее, малозатратнее, выгоднее. Вот. И делает работу праздником. Но какая-то работа всё-таки надо делать, так ведь? Вот. А получается так, что если будет новый учебник, сделанный не железом уже, а по железам, скажем так, материалу гигантское количество одних фильмов, две с половиной тысячи, вы поверите, две с половиной тысячи, чуть больше. То получается, что начнётся всё с истории садоводства. А история садоводства перед вами. Убедил, нет. Вот. Ещё раз, то, что для меня небрежность, видите, небрежность для меня, Жильзова, то для них это совершенно другое понятие. Но мы ещё и мои будем показывать фотографии, потому что я, в отличие от много отечественных, это как называется, можно даже назвать таким словом, застольных садоводов, застольных специалистов, которые дёргают, вот это, думаете, случайно, что ли, вот эти, где я брал? Нет, это наши, это наши, передирают, не глядя в импорт, и говорят, вот привайте вот так. Вот. А это уже совсем другая опера. Помните, я говорю, будем перескалькивать с темы на тему. Итак, рассказываю об этом случае. Сжигают на острове мой сад. Ребята, молодые, горячие, кто-то им это поручил. Сад сгорел, и вылезло тысячи, тысячи подвойных сибирок. То есть в виде корневых отводков. Прямо целые заросли. Я не растерялся с своим помощником. Мы сделали 600, прямо не трогая их, как они росли. Прямо становился я на колени. Мы делали 600, делали 600, перевер. Полноценок получилось 500-550. То есть только зазеленели, видно, что приживаемость есть, только почка на муху, и все. И в этот момент мы их переносили с острова в сад, потому что на острове больше делать было нечего. Выжили. Ну, великие нулевые года. Выжили, выжили. Вот. А потом мы их продавали вот в таком виде. Понимаете, чем всякие? То есть бутылка, она касается не только конкретного случая. Там же на острове бутылки стояли. Рядом мыши жрали, жрали. Даже дикие разжирали эти самые. Прямо какое-то нашествие мышей было. Дикие семерки ели. И не трогали только вот эти вот, закрытые бутылками. Это одна, мы же с вами проходим тему привыки, это одна качество прекрасной бутылки. И второе прекрасное качество, в ней день идет заново в среднем. То есть, если, допустим, я рисковал в конце марта привал, потом возвращались, я вам покажу, морозыки, потом возвращались снегопады, выше колена, вот, а под бутылками ничем не делалось. Даже самые ранние у меня обычно не погибали, даже когда зима возвращалась. А потом, в первую очередь солнца, снег сходит окончательно, и под бутылкой день за два идет. Ну, видно визуально, рядом неукрытые бутылками, допустим, эксперимент, допустим. И вот так получалось. И у меня получилось так, что, когда я перенес оттуда, ну, допустим, 500, продавал я их по 500 рублей. Да, 500, потому что, которые, похоже, или не успел, или где-то ветром снесло бутылки, и мы же добрались. 500, а стоило их тогда, вот, уже в таком виде, я же буду говорить с вами будущими торговцами, будущими питомниководами, в хорошем смысле торговцами, вот, 500 штук. А спрос был на тот момент максимальный, то есть мы приплывали с острова, на лодке переправляли. Бывало и по суху, но чаще на лодке. Очень сильно кидало туда-сюда, в уровень Енисея. Вот, и ведра, это прямо ведра, 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 вставили ведра по одной, по две, вся лодка в ведрах, переправляли на машину 5 километров. Илья, в саду, а там уже человек 5 ждет, в среднем 5, бывало 3-8, вот. И тут же 500 рублей брали не задумываясь, потому что авторитет был огромный, и меня каждый день в течение многих месяцев показывали по местному телевидению. А с повторами получалось каждый день 5 раз. Вот, авторитет был огромнейший. Я тогда выручил четверть миллиона. Вот, и мы с помощником, а все-таки время было такое. Почему брали вот такие? Потому что однолетние саженцы кончились еще осенью. А кушать-то надо до следующего урожая саженцев. Саженцев, подчеркиваю, не плодов, саженцев еще надо было дожить. Вот мы на двоих заработали четверть миллиона. Это было. Вот видите, сколько я наговорил. Я надеюсь, что это не пустая болтовня, чтобы все кто-то схватывает на лету. Потому что однажды я снял фильм, это было недавно, вспоминаем. Я зашел в лес, показал дикие, многочисленные дикие, вот такого и чуть крупнее, такой, как мои пальцы толщиной, эти самые, даже не сельцы, а прикорневые отводки. Или проще, корневые отводки, которые заразили большой участок земли. Там я тоже привал на месте, это был мой опыт еще раннейший. И то, что вы видите сейчас на экране, вот, все, что я хотел сказать только на одной этой фотографии. Вот, эффективно очень. Потом, у меня единственным был случай, один человек сказал, что из этих 500, у одного один погиб, причина неизвестна, а у другого два погибло. И привезли обратно, молча, уже осенью вручил бесплатно, естественно, то есть на обмен однолетней прекрасной саженцей, и никто ни на кого не обиделся. Овчинка выделки стоила. Вот, теперь, здесь была снята бутылка. Обратите внимание, зима еще в своем праве, вот бутылкой снег растаял, и, здесь плюс, а значит, намного раньше, наверное, на несколько недель я сэкономил на том, что уже пошли вот эти побеги. А в чем причина в Сибири неудач? Многомиллионных, многомиллиардных, многомиллионных неудач в садах, и многомиллиардные потери денег, только потому, что я еще расскажу, я уже в одном из фильмов недавно говорил, любимое занятие, не только в Сибири, но в средней полосе России, вот, везде одно и то же. ура, майские праздники, посажу-ка я саженец. А в это время сады уже отцвели, вот, и в это время покупают саженец, и никто не спрашивает, почему на него, у него ни одного листочка, и даже почки не проснулись, саженец мертвый, а его берут, вот, посмотрят честные глаза продавца, один пример, вот, ну а дальше я вам уже сто раз рассказывал, у меня есть тема покупные саженцы, или тема называется по-другому, откуда дровишки, вот это вот раннее пробуждение, приводит к тому, это редчайший случай, что к осени даже пересаженные саженцы вызревают полностью, здесь экономится месяц, которого так не хватает в Сибири, вот, есть вегетативный период, должна вызреть почек, упасть лист еще месяц, на то, чтобы почка окончательно уснула, деревья приготовили в зиме, а вот как это может случиться, когда вегетативный период 8 месяцев, а лето 6 месяцев, что тогда? Понятно, идем дальше. Ну, эту фотографию сложновато, здесь даже трудно понять, что случилось, но здесь случилось то, что прививка не пошла, но может это не лучшая фотография, кстати, прививки делаются сразу в горшках, видите? не посажен в горшок, а в горшке было выращено, даже не так, не обязательно выращено, допустим, осенью вставляется подвой, вот, он приживается здесь хорошо, выкапывается потом из земли, вот, земля всегда, почва заподлицо с горшком, никаких этих, чтобы горшок болтался в воздухе целиком, лучше возьмем вот эту фотографию, вот, на ней было все видно, итак, что делать с таким саженцем? У многих это было, и у меня, как видите, это случилось, вот, что нужно делать? во-первых, не отчаиваться, вот это вот подвой, это, или манчжуриц, так, сиениц манчжурца, или даже сиениц сыновей манчжурца, они более благородные, и тем не менее, вот эта прививка не привилась, не пошла, на это есть, так, этот самый, вот, прочитать бы название сорта, абрикос, нижнее слово, а верхнее, та, та, вроде буква Т, вторая вроде А, не помню такого сорта, ну, хорошо, наверное, какой-то из опытных образцов, которые еще не привучены к моим подвоям, и вот он мертвый, что делать, вариант-то не один даже, смотрите, вот он к осени поднимется, вот этот вот самый, этот отрежется, мертвый, а и по второй раз будет привито, может быть, этот же сорт, если это из экспериментальных, не знаю, я не смог, это, понять, что же это за сорт такой, та, та, ладно, и вот он на второй год, его можно снова попробовать привить, и у него шансов будет больше, вот этот случай, проверено на сотнях, на тысячах привык мною железовым, вот, Мичуриным, вот это называется, сказать как, насыщение метром, да, не пошел, но некоторое количество генов, генов, уже все-таки уем есть, вот здесь уже, и второй раз, вторая попытка будет, он вырастет, там, метр-полтора до осени, вот, следующая весна и привьется, и шансов, что он приживется, будет гораздо больше, вариант Б, вот, он тоже хорош, чем, отсюда уже какое-то количество генов культурного попало, это обязательно, это потом видно, как у меня, у погибших совершенно разом бывают листья, даже такие листья, что я не могу даже сказать, абрикос ли это, как бы испорченный получается, сортовый образец, и тогда, можно просто, не плевать, а ждать чуда, то есть, он будет, скорее всего, у него же еще, есть одно качество, мои манджорцы, растут в окружении, культурных абрикосов, и они все, друг с другом, занимаются, ну, у людей это называется, сексом, беспорядочным сексом, ну, у растений, как-то более прилично, у них это называется, перекрестное пыление, или просто опыление, вот, есть еще понятие, телегония, вот, не брать все половые связи, без зачатия, вот, это есть у животных, это есть у растений, у людей, только не везде это признается, потому что, тема уж бодрощепетильная, понимаете, друзья, щепетильная, и тогда, и тогда, все равно есть надежда, что, во-первых, все-таки у косточки, с которой выросла, есть папа, а допустим, более благородный, значит, даже без прививки, по этой причине, отсюда вегетативный гибрид налицо, и был бы он жив, это точно был бы вегетативный гибрид, но пусть он даже мертвый, но он же был какое-то время живой, и туда тоже успел что-то натворить, тут, в геноме мажорского абрикоса, вот, и результат оставляем на месте, и бог с ним, вот, ждем чудо, например, мажорский абрикос, плодики, какие, ну, 15-20 грамм, кисленькие, а уже у всех их сыновей, они уже вкуснее, крупнее, слаще, представляете, да, это все факты, есть налицо, вот, я показывал, уже такие примеры, уже в чужих садов, смотрим, что еще есть, вот эта будет тема, она страшная, эта тема, мне очень стыдно, мне очень трудно, почему я сделал свои фотографии, я в крупнейшем России, питомнике, меня показывают, как они работают, и у них, они соединяют, вот такие вот, это подвой, вот это привой, я показываю на своих пальцах, вот это привой, большой палец и бизинец, как их состыковывают, вот, и не имея морального права, меня встретили, меня, поленки сдували, мне оплатили, это самое, дорогу, мне оплатили гостиницу, вот, ну, цель у них была простая, уговорить меня, чтобы я переехал к ним, даже квартиру, показываю ключи от квартиры, привезли в гостиницу, все это было, это был пик моей популярности, ничего удивительного, а то, что я увидел, я не имею морального права, лишнего говорить, и фотографии не хочу, которые я там делал, вроде бы как, не то, что я предатель, или там, в этом, ну, неэтично, и тогда я сказал себе, ребята, как это делается, в принципе, значит, когда разные, подвой, привой, делаю так, вот, сейчас покажу, вот, вначале, делаются два косых среза, все безобидно, вот, и вот тут я написал, производство мертворожденных саженцев, толстый подвой, и тонкий привой, не повторять, вот, когда накладываются, они соединяли одну сторону, вторая выглядела вот так, казалось бы, ну, ни к челу, ни к городу, смотрим дальше, заметьте, у меня есть фотографии, реальные, сделанные там, питомники, но я сделал свое, как бы, обезличено, вот, все равно, здесь 100 человек, 98, не знаю, о ком речь идет, другое дело, я не хочу, чтобы вы наступали на эти же грабли, то есть, знали бы, на будущем, как надо, вот сейчас я, или чуть позже, ладно, чуть позже, и так, с этой стороны, видите, как выглядит, ничего себе рано, вот, а так, вот этот профиль, ну, ничего, ну, ничего, с этой стороны, вообще милая картинка, и сейчас милая картинка, а с этой стороны, оказывается, что это, это коллега инвалид, да, ну, то, то, что я видел, то видел, это, я только, не имел морального права, как бы сказать, трудно, когда тебя встречают, так, гостеприимно, свинью подкладывать, а это просто обезличено, вот такая, с этой стороны выглядит, вот, вот так она выглядит, еще, полюбовались, а потом смотришь, вполне прилично, четвертой стороны, а вот и обмотали, и теперь она прекрасно срастается, представляете, это уже будет совсем другая тема, а пока я хочу эту тему закончить, вот, прекрасно срастается, и теперь надо, чтобы вы не попадались, тут я даю несколько советов, и так, значит, его мне трудно будет искать, но, кто вебинары мои смотрит, да, я на всякий случай сейчас зайду, в выяснил книгу, вы уже помните, что такое мой сайт, набрал три слова, вот видите, вот Яндекс, три слова по-русски, сайт, садово до железа, вот, набрал, попал вот сюда, вот, сейчас покажу, а это уже сразу, гостевая книга сайта, а нам вначале надо попасть на сайт, на сайт попали, валидол под язык, фото галерея поглядели, скажете, имели я право морально учить вас прививать, 90% здесь привитое, видите, вот, полюбовались, вышли оттуда, и попадаем в гостевую книгу, там же на сайте есть гостевая книга, а здесь есть свеженькое объявление, вот, например, вряд ли вы успеете, вот сегодня 11, а 14 будет вебинар очередной, 169, 4-й, 4-й год, так, и, наконец, учитывая, что, может быть, фильм он еще будет, он будет монтировать, моя помощница, так, вот, и, это, может быть, четвергу вы его не увидите, но тогда после 14-го, добавляем 7 дней, раз в неделю, по понедельнику, получается 21-го, все равно мы с вами встретимся, вот это я прошу вас обратить внимание, вот она регистрация, вот регистрация, вот регистрация, вот, подпишитесь на YouTube-канал, вот, пожалуйста, три варианта делали, и вы у меня уже на сайте, и возвращаемся там, где вы были, мы были вот тут, значит, по моей просьбе, один из каналов, так, я показал их фальшивые фотографии, это оказались не фотографии, а рисунки, то есть, как это еще, фотошоп называется, взяли несколько плодов, густо-густо, их же разместили чуть ниже, на этой же, как бы, фотошопе, фотошопе, вот, и еще раз чуть ниже, и опять эти же самые, а людям не вдомек, вот, потому что сильно много рекламы, ну, короче, ну, не наблюдать на нас народ, потому что, кроме меня, из каждой тысячи, вряд ли заметил, хоть кто-то, ну, может быть, один человек, кроме меня, из тысячи, вот, и то промолчал, хихикнул, а я кромко кричу, обман, 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 и вот женщина, по моей просьбе, все-таки, одна из тех, кто слушает меня регулярно, взяла и позвонила, и спросила, откуда дровишки, ей сказали, сами выращиваю, когда она начала спрашивать подробности, могу приехать, категорически нет, ну, знаете почему, там склад, а питомника нет, это все южное, тем более, что фотографии все из интернета, и рисунки из интернета, нарисованы, вот, что нам стоит, дом построить, нарисуем, будем жить, вот, это чисто и стопроцентный лохотрон, потому что они не смогли ответить ничего, ни откуда дровишки, ни это самое, на что прививали, почему у них фотографии липовые, даже не фотографии, а рисунки, вот, поплыли ребята, и на этом все, и вот получается, что я вам то же самое прошу, если все-таки работаете, вот с такими вот халтурщиками, пожалуйста, надо многое об этом знать, даже, вот, это, пусть особый случай, потому что тот питомник, в котором вот, вот так вот делает, он хотя бы, он свои выращивает, а не покупные, но свои выращиваются, если такого качества, извините, это инвалиды, ну все, друзья, вот очередная серия закончилась, за номером 4, вот, за номером 4, чтобы еще показать, за оставшиеся 3 минуты, когда он сам отключится, вот, меня спрашивают, как найти мой каталог, видите, в интернете спрашивают, на моем этом, в своей книге спрашивают, я так говорю, вот мой, вот мой, вот мой электронный адрес, пожалуйста, копируйте ее прямо на гостевое, задавайте вопросы, вот, потому что, осталось немного времени, через месяц, южане начинают прививать, вот, через 2 месяца, средняя полоса, и через, там, 2-3 месяца, уже северяне, но дело в том, что, высылать, теплую погоду, черенки, это, могут проснуться, дороги, надо быстрее, 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 но, к сожалению, мой горький опыт, сейчас самое, тихое время, но, именно сейчас надо выписывать, пока на улице холодно, пока, их можно хорошо сохранить, а потом, начнется теплее, теплее, и почему-то, в марте больше заказов, чем все в феврале, и самый мой ужас, в апреле еще больше, а потом, почему они проснулись, видите, а что я делаю, сказать, я высылаю ускоренные почты, раз, я доплачиваю, два, есть там еще пара минут, тогда, может, успею показать, именно, в этом кино, осталось, минута 30 секунд, минута 30 секунд, так, вот такие вот, видите, вот, вот, вот такие, примерно, вот, в Пенинград, шла 579 рублей, я беру, обычно 300 рублей, с вас, доплачиваю, но самое главное, что здесь есть, это то, что называется, ускоренная почта, вот, вот здесь, совсем маленький заказик, на 260 граммов, 449, плюс цена пересылки, то есть, это, еще, нет, 449, плюс, за то, что ускоренные почты, плюс цена упаковки, классика, которую я покупаю, на почте, и до кургана, совсем рядом, она доходит, обходится, 500 рублей, но не вы платите, а платим с вами пополам, вот, и что хотел добавить, а, вот она, система, вот она, система, ускоренной почты, обычно 4-5 дней подтвердят уже сотни людей, ну, вот теперь, пожалуй, я сейчас позвал, потому что черепки сейчас выходят на первое место, кто хотел косточки, в принципе, уже накупились, а черепки обычно просыпаются позже, и еще скажу, если хоть, хоть что-то успею сказать, это то, что... Продолжение следует...